так видно приветствую добрый день видел ваше видео где вы на новый год ходили благовествовать так это только последний ролик завтра только администрация будет обрабатывать которые ходили там он появится позже а это мы на выходе уже выходили маленькие решили снять елку ну вот я пример взял с вас тоже сходил так и сразу у нас все записывается выставляется в интернет вы не против против я слушаю я вот хотел ваш комментарий по поводу на евровидение еврейка победила вот она такие жесты делал вроде как курица такая вот у меня такая мысль в общем созрела евреи же приносили в курицу жертву то есть это что-то значит же это не просто меня спрашивают они живые вы их и спросите ни одного не знаю как это не история какая-то реальность вы можете спросить я вам больше не скажу чем вы можете узнать вот у меня знакомый один еврей шойхет шойхет это режущий куриц как раз папа по вашей теме яков нахманович он мне делал операцию он доктор медицинских наук зам губернатора края если бы все такие были как он жизнь была бы другая а он еврей чисто породный еврей вот ко мне завезли одного еврея тут показать ему что-то хотели он у меня ну не больше часа два побыл стал православный сейчас батюшка православной церкви наум израилевич я слышал ваши комментарии по поводу масонов то что у них все предрешено как бы над этой темой 14 лет работал масонство все что можно было достать зарубежная дореволюционная советская и материал был м1 м5 называлась у меня сейчас это касается там все и протоколы разбирались по одному протоколу то есть глубокий анализ дан всему и тогда я решил зайти с их позиции что я ставлю перед собой задачи больше чем обыкновенный просто я человек не христианину не делаю то что люди делают пякости всякие я с ними разговариваю скажите вы хотели чтобы у вас семье был порядок да кто не хотел но она идет жена жалуется милицию тебя посадят полицию там что-то ты на тебя так ну да так но хотел бы чтобы это ни у кого не было такого что было муж глава жена подчинение конечно я говорю а сколько вас на один подъезд да у нас гречить не 20 18 этажей а бывает подъезде там не тогда то убивают говорит насилуют внучка только вышла к одной бабушке другой потерялась а потом нашли уже задавленной лежит хотели что порядок был до такой порядок чтобы любой преступник сразу попался в этот же день очень даже хотел дальше я говорю а хотели чтобы во всем доме такой порядок был да а на улице конечно а в городе да а в стране даже обо всем мире было но такую задачу как не выполнить ягу есть люди которые ставят перед собой такие глобальнейшие задачи это кто масоны у них задача такая не просто как мы думаем там навредить у них вопрос этот не стоит давайте чтоб понять я должен понять его что понять врага я должен войти в него познать литературу я считаю литературу узнаю из нас и проезжая мимо в америке прошу остановиться что говорят у них как молитвенный дом масонов но он закрыт был я правда в окно так подтянулся посмотрел и там еще нет голый еврейский дом так вот давайте теперь с той стороны посмотрим преступники шикуют коррупция свирепствует теряются люди речь идет о десятках тысяч за раз все прекратить можно как что войны и гил по другой чтобы ничего этого не было жили мирно люди трудились как сейчас вспоминает стали на пристали не этого не было почему гулаг был гулаг все туда все туда все республики он мог в одним махом перечеркнуть там переселить народы там чеченцев татарств римские эти крымских все но был мир да был взрывали вот так не взрывали на был национальный вопрос не было люди ностальгирует об этом забывая что главное там что это диктатор у адольпа гитлера такой же порядок был точно такой же мне когда говорят я даже не верю как оповестили что бесплатно люди не ездили всех до одного повесили по домам прошли афиши вывешали если будете бесплатно ездить это кончится плохо люди едут билета нет садиться на электричку это мне рассказывает я не ручаюсь за подлинность раз остановка проверка документы у меня билета нет а почему куда едешь на дачу почему не взял то другое знал знал так паспорт печать еще одно предупреждение будешь сняты сразу расстрелян все во всей стране прекратилось ни одного зайца нету одним махом всех зайцев прибили вот александр исложеницын пишет я встретила что там как-то называют мишутка он до 16 лет еще был и все время воровал такой семье вырос а я как потом встретился с ним после войны я ключем занимаешься да еще ворую говорит и все этим и живу а когда немцы были ты ворвал нельзя говорит они расстреливали а что пошел работать советские вернулись он опять за прежнее японцы захватили маньчжури маньчжоу и вот русские там были но привыкли тащить а у китайцев замков нету магазин полностью открытый уходит сегодня так сегодня когда у нас закрытые замки спилят и что угодно сделают что делается захватили они зашли никого нету они по буханке хлеба взяли выше сразу арестовали за реку слышно хлоп хлоп что такое посмотрели пять человек расстреляны больше никто не касается у нас тут два велосипедиста ездили в китайскую республику и здесь вернулись и спрашивает их что самое важное говорит такое вы для себя вынесли из этой страны народу много конечно говорит но самое главное велосипед я могу оставлять на остановке автобусной приду через год его никто пальцем не заденет наркома торговцев они сразу уводят и расстреливают коррупционеров взяточников расстреливают 2 миллиарда 2 миллиарда туда же 200 миллионов лет это 15 раз больше чем нас и такой порядок и при том там никакого террора то нету и верующие находятся и вот антихрист придет и объявит его масоны приведут вот теперь заканчивая порядок будет везде если я сказал мир никто не скажет война об этом пишет владимир сергеевич соловьев русский философ идеалист три беседы об антихристе как раз об этом подробно и мы можем согласиться есть такой фильм 6 называется 6 можете посмотреть антихрист пришел и кто не подчиняется на эшафот голову отрубает очень сильный фильм другой фильм есть там это антихрист называется антихрист почему-то тихо созвать александр будут то ли они вредно александр сегодня то ли чем вот так давай с той стороны посмотрим у нас русский период библии здорово то ну конечно здорово иначе мы бы ничего не знали так это дело то масонов как масонах а разве это надо ты сначала узнай библейское общество британское библейское общество это масонская организация здесь добивается и здание она переведена переведена православными там метрополит пиларе дроздоб архимандрит макарий тоже люди которые весь мир знают переводчики там хвостин далина брамович там папский герасим петрович и они просят царя александра переведенный текст издать бы как переводить еще надо было тогда никак митрополиты все против еще 30 лет эта реакция удерживается и только 1876 году появляется библия которой мы располагаем считается лучший перевод за всю мировую историю 3 духовные академии переводили а во главе то стояли мастоны значит один к одному не сходится они хотят что был порядок я за порядок тоже голосую могут дать эти системы не могут поэтому репетиция была советский союз коммунистическая идея и социал нацизм этот был национал социалистическая партия в германии они привели к порядку полному порядку и все-таки в советское время вот это не ломались не закрывались открывались хотя вначале всю царское разрушили и вот теперь чтобы их понять мы скажем они стараются делать это чтобы было хорошо как по плоти а если мы верим что есть господь бог и он придет судить мир а он так и сказал все гряду и возьмите мое со мною то нам прямо показано он придет антихрист и всем будет начертания на лоб на правую руку и мы понимаем все силы а до брошены на то чтобы люди его приняли а кто не приняли ни продать не купить речь идет не о старых башмаках хлебе насущным и вот такое дело я тщательно исследовал и уилл просто-то голос нельзя подавать и и когда он пишет три разговора об антихристе его ну он разбивает католики западная церковь восточная православная и протестантизм у католиков естественно петр у православных апостол андрей а у протестантов павел и вот они начинают от его имени как бы говорит антихрист вот вы примите меня что вам православное надо нам нам храмы надо колокольни колокола свечи чтобы были пожалуйста соплина вам еще одно рядом поставлю католикам что нужно нам чтобы папа его непогрешимость тут прославлялась и пожалуйста все это будет вам дано профессантам у нашего книги издавали проповедовать можно было как проповедую это еретики пожалуйста но каждому скажет мы я вам дал все теперь примите меня как бога истинного а люди которые его там не приняли сейчас там и там не приняли они скажут готовы принять тебя но признай что спасителем мира является сын божий второе лицо троицы в иисусе христе поэтому принять не могу и обнаружится его рога то есть это конечно пока еще человеческие рассуждения но они где-то совсем рядом и поэтому вот это вопрос если задавать надо войти в эту реку мудрости и извлечь полезное вам понятно что я ответил да да поэтому любой вопрос касающийся той темы евреев и которые где-то встали мы должны признать признать как господь говорит избрал авраама и семья его кто будет проклинать будет проклят кто будет благословлять благословен я благословен все враги все познают то что мне господь позволил делать простому смертному это не сделать и при всем желании тебе это не сделать а ты как я не делал господь делал я всего лишь был его сосудом представь даже миссионерская поездка в современном мире от тихого океана владивостока до лиссабона дальше против всю скандинавию прибалтику север и притом 650 городов каждый я дарил дарил все свои 38 книг а это 750 евро 750 умножить на 600 600 городов а теперь умножить на 70 курс 32 миллионам подарили а у меня пенсия сейчас в настоящий момент со всеми льготами 7000 141 рубль 33 копейки как это сделал никак за девять лет написать у меня еще 7 томов которые в интернетной версии все книги 752 страницы коран разбирай пасура моя я там том евреи там все три тома такой литературы не было мировой практике а как понятия не имею моя рука писала только и все и поэтому я проставляю бога и плати десятину заканчивается этим благословение 2 глава и там и 3 пророка малахии и поэтому говорят но мы такие же как евреи может чем-то такие в чем-то не такие я буду давайте так вы видели фильм герасимова тихий дон ну конечно это шедевр так договорились шедевр а как вы думаете аксинья астахова или на быстрец к играет здорово здорово я говорю а мордюкова претендовала на эту роль ну мордюкова то ты знаешь она первая жена тихонова вячеслава ну посмотри на это пошумута еврейка и она к это роли так отнеслась она поехала туда где казаки и училась все у них делать как ходить как воду носить она как казачка она еврейка но мы надо взглянем давайте чтобы самих себя хотя бы убедить то что не одинаковые все да они на этом деле его часто разные поздно рималахов и всех кто не панаций которые сейчас каждая свою роль ведет где-то почему именно они почему весь интернет в их руках это вроде анекдоты рассказывает однажды за столом сели банкир один там турок сидит банкир другой разбогател миллиардер там японец русский и еврей вот сидит русский играть а так разбогател как щубайс анатолия деньги не знаю куда девать он так объявил не знаем куда девать я подумал куплю я сейчас все нефтяные промыслы там в таком-то государстве да вообще-то да наверно надо а другое тоже разбогател да не знаю что думаю куплю сейчас вот а youtube и все все высказали что покупать а еврей сидит ложечкой помешивать ну а ты-то брак молчишь скажи как ты думаешь распорядиться деньгами а я нигде не давал объявление что я продаю то что вы сказали покупать потому что все в его руках что они думают покупать а продавать они думают они только думают в головах у него давным-давно все схвачено все банки политические деятели на он все в руках евреев и вы согласны зачем я бог не спрашивает у бога назначена и теперь то что назначено проецируется на землю она не может свернуться за христа 30 серебряников 29 если бы дали был бы обман и это не христос 31 серебряник не христос сына еврея в раба замерла стояла на одном месте 700 лет такого не бывает как только исполнилось пророчество шагнула назад уже инфляции полетела вверх и вниз я образно говорю сказанное христе около насчитывает около 300 пророщиц даже все буквально исполнится все родится вифлееме попадет в перепись что он побежит в египет это все сказано а могло быть по-другому не побежал бы к филистимлянам не может путь уже проложен ему господь сказал бери младенца матери и беги не шагая беги и оси побежал а ирод он обладал всеми институтами университетами проиграл все хотя убил много младенцев а толку никакого не было все равно не моего проклята это ирод это грубый это невежественно это мстительный такой смысл когда грунт и ирод проклятый о каком-то там человеке когда скажут мы до научиться должны мыслить категориями священного писания святой библии так говорит господь бог есть такой фильме и риме не видели я видел видел видели и риме фильме фильм фильм и вот его когда там совах от отберет он его бьет замолчи рукоятка меча он кое-как поднялся уже перебиты так говорит господь вавилон придет сюда не надейтесь на египет кто опирается на него он как тростник проколит ладонь так и было еще на подходе к иерусалиму фарона разжили а он придет вам поможет франции две недели франция легла под гитлера никакой коалиции не поможет почему это назначено бог и могущий даже так смотри а я сопротивляюсь божьему повелению а если бы иуду раньше убить чтобы не придал он должен быть предателем должен сто восьмой псалом о нем говорит и никто его не прибьет не зарежет когда сделает все это тогда разговор будет другой когда мы так мыслим и спокойно себя ведем и прославляем бога сами не участвуем конечно это беззаконное дело как тебе господи угодно тогда будет молитесь за старей за начальствующих я молю молитесь вы говорите молитесь а действенную молитву можете посоветовать вот действенную простой когда я молюсь я говорю господи коснись сердца правителей мира сделай их способными слышать тебя чтобы издавали мудрые законы и начиная владимира это путина димитрия это медведева дональда это трампа рамзана вы знаете чечня петра это украина даже вторая эрдогена это турция те которые война научи нас господи ценить мирное время и приготовь землю к великим и страшным испытанием грядущим на всю вселенную и чтобы не было покушения на правителей обрати и господи на путь покаяния а далее я молюсь впереди еще там и о папах римских и о патриархах и архиепископах митрополитах ежедневно мне дана дано право молиться и обязанность молиться за старей за начальствующих а вот книги вашего трехтомник до у вас в каком количестве он остался или вы еще будете издавать не буду издавать я вам вам что нужно купить их мне надо я в конце скину вам данные все если вы как говорите у вас такой дар вот написать камеру комментировать вот это все то я возьму с радостью почитать я я вам скажу что аналога мировой литературе этого не даже стихи я не поют но у меня написано 3467 стихотворений в это же девять лет каждое стихотворение 9 куплетов напротив каждой строчки место писания откуда взята мысль таких никогда не было стихов нигде ни у кого а человек не понимает а много это или мало то вместе пушкин некрасов лермонтов блок и меньше чем написано за девять лет почему потому что ты я не делал и ни одной по марке на все стихи никакой нет просто чистого листа писалось этого не бывает это невозможно мало того положено на музыку поют я сейчас смотрю как бы так настолько это выше моего уровня развития что там заложено не все говорят напишите толкование на стихи они с двойным стройным подтекстом называется экстраполяция событий бог сделал это от бога зависела ему мир дан вопрос можно еще через какую библию вы поняли что действительно это правильная библия какой библии синодальной православной на русском языке 1876 года переводчик там где участвовал архимандрит макарий глухарев вот папский он евангелие от матфея псалтырь перевел мы каждый день считаем что ты каждый день на улице самый точный перевод самый точный за всю мировую историю переводил не лютер один как у немцев а три духовные академии и проверяли да дальше брали синод синод и кроме того уже два переводчика канонизированных молиться можно это такого не было такого тщательного подхода не просто они знали еврейский язык они переводили вас греческого сравнили с еврейским еврейские книги на еврейском арабский латинский перевод еще не один из фиадатиона симаха акилы и смотрели как эти слова понимал святой иоанн златоуст понимаете какие знания были у переводчиков то я все повторяю слова мы беседовали как-то с александром менем это энциклопедист высокого уровня еврей я говорю вы могли бы так переводить вот он работает с оригиналами резкими он даже вот так от меня сидели на добычу таких переводчиков нет больше александр меня тот который священник до которого за рубили он еврей природный еврей и он с теми переводчиками даже не пытается сравнивать это я с ним разговаривал у меня записью это сделано магнафон и отсюда я я не себе доверяю я тоже занимался языками я сравнивал на разных языках что мне господь дал там на английском на немецком там на какие и уилл русский перевод несравненно выше я думаю так вот иван сергеевич тургенев говорит о великий могучий русский язык дальше начинает говорить какой он почему этого не сказал немец почему и ни один англичане это не мог сказать о своем языке у нас такая полнота и столько там это у меня рука вот она рука правая я поднял правая рука это можно сказать по-английски по-немецки а теперь десница он опять тоже у нас десница десница простри мне десницу твою ну и как на лбу полу стукнуть ну да а у него говорит чело чело это тоже самое но церковно-славянская очи черные очи карри очи то глаза а поется очи а у них нет ай ай у нас есть господь и господин а у них одно лорд или гер одинаково даже не знаешь о чем говорят русский язык я вам скину материал как закончим говорить так довериться богу надо я не все могу открывать вот сейчас знакомство пошел тут с одним американцем я все время молился господи пошли жители добрых знающих тебя семьей с детьми и вдруг он на меня его выводят люди и у меня сегодня уже второй день переписка с ним он может приехать у него 14 детей видишь как и у меня сразу помощники как этот текст переводить я то что 60 лет назад занимался языками еще тут и нету машина помогает а потом я проверяю смотрю как а сегодня договорился с америка и как если я напишу письмо я в америку сразу отсылаю водитель они проверяют там знающие наши и сразу отсылает а я тогда его в другое место в америке отправляю у нас переговоры идет и сразу друзья близкие все помогают у нас как одна семья я во время у нас занятия идут вечером среда пятница воскресенье то я там сказал и сразу столько скинули материала где эти переводчики как переходить с одного языка на другой все а если ты один будешь сидеть уже в этом на этой земле уже видно как хорошо проповедовать благовествовать рождаются новые души друзья и братья во христе родные братья так родные не бывают я вот приезжаю в москву у отца кирилла сахарова там армяне армяне и они там близкие там убить мы познакомились сразу сравнились они там крещение принимает у него веру православную принимают вот я их те кто хорошо не знаю но с некоторым близко познакомился они мне писали потом так ты бы где встретил вот мы шли отдыхали но как-то до остановку делали в баку азербайджан в доме мулы ночевали у меня записи есть какие какие люди высокой грамотности сам он разговаривает на шести языках жена на четырех два высших образования это понятно какая-то нежность такая там я ходил там в мечеть молился там меня обвиняются и когда ты ходил как такие они вот и не ходил я ходил у меня там была беседа я на практике да а вот такой вопрос как вот а как вы относитесь к тем кто субботу до сих пор чтит ну как я должен относиться как люди которые заблуждаются я им говорю открываю материал скидываю суббота была тенью будущих благ павел говорит а наука суббота когда бог сотворил все дела и почил отдел своих субботу написано почил а давно завете написано господь говорит все творю все новое прежнее отошло теперь все новое и теперь он закончил этот труд свой только воскресенье он в преисподней проповедовал суббота указывал на воскресенье весь ветхий завет он говорил об этом ягненка кололи у нас агнец божий христос умер за нас там был ковчег нынче божья матерь там древо моисеева тут крест распятие то есть все указывал на высшее там написано там не прелюбодействуй а у нас этого нет прелюбодействие а написано говорит не смотри на женщину с вожделением смотрящий на него с пожеланием уже прелюбодействовал ветхом завете было не уби а в новом завете и не пожелай гневающийся на брата есть человека убийца уже кровь капает гневающийся подъяло залез до чтоб тебе по вылазила убийца ветхий завет был тенью тенью будущих благ во христе поэтому это субботники из адвентистов седьмого дня там которые они не знают истины я могу смотреть только как на заблудших дать ему просто вынужден задать этот вопрос зачем тогда ну как в воскресенье тел будет вот этих ветхих ну который сейчас от могилах что что воскресенье когда суд божий будет мертвые из могил выйдут да а какие могилах речь идет о могилах которые на кладбище на кладбище которых похоронили ленин стали на посту павел все в один день воскреснут отходим на небо другие в ад одно общее воскресенье будет ни два не три я понял а смысл вот это вы можете объяснить но как же для этого жизни дана было чтобы получить царство небесное тело наше стареет гниет а там будет нетленное вечно это же самое тело не другое но она вдруг обновится и засияет ярче солнца и она будет бессмертно ни скорби ни печали ни воздыхания ни болезни не будет вот для чего все это говорится чтобы мы надеялись на будущее а что в этом месте со мной повторяю поступает неправильно ну что ж награду радуйтесь и веселитесь велика ваша награда если имя ваше понесут как неугодное сына человеческому а не верующий был я бы ему думал как бы ему залимонить а верующий я принимаю что ну господь позволил ему ну и все я благодарю бога написано за все благодарите ибо такова воля божия во христе иисусе а как отдельно будет судиться душа дух и тело нет человек дуалистичен не тростин душа дух и тело когда говорится имеется ввиду душа и настроение человека под духом а иногда душа называется духом тут надо знать где и как то есть это одно человек нет человек это плоть вот это плоть кровь и кости и плоть кровь а душа этого не имеет она духовная она оживотворяет человека а это душа иногда называется духом дух то есть душа и дух это не одно а это одно и то же во многих местах писания но в двух местах писания написано когда дух душе и тело имеется ввиду Настроение наше, чтобы мы всегда были радостные, что он нас спас, что он умер за нас. Нескорбный, печальный, недовольный, завистливый, чтобы этого не было. Печальный дух сушит кости, а радостный, говорит, вознеселяет. Я хотел спросить вас, а вы почему бреете вот лысые внизу тут под губой? Зачем? Под мусульманина? Да нет, просто чешется. Нет, никак. Вы ни на одной иконе этого не найдете. Не портьте края бороды твоей. Борода это все охватывает. Края. Нет, 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 нет. Ни одной иконы такой нету. Нету. Вы посмотрите на Льва Толстого, я беру Мирских. Посмотрите на Застоевского. По порядку. Наоборот, если оставляют некоторые, усы оставляют. А чтобы вот так оставлять стриженное что-то вверху, это мусульмане так делают. Враг искажает в них человека. Это власть перед Богом для женщины. Это сила, мужественность. А зачем бреется? Оказаться молодым. Это языческое все. Это мне все равно на это как бы. Бритву выбросить надо, дружок. Выброси ее и в дом больше не запускай. И не прикасайся к себе. И зачем же так? Ты нарушитель, а я на тебе время трачу. Самое маленькое не хочешь сделать. Пройди в храм любой и пройди все иконы. Христос с бородой, усами. Все до одного апостола, все до одного пророки. Нам не надо ничего придумывать. Это мы православные. Еретики, сектанты, баптисты, они могут там куролесить. А мы не можем. Мы православные. Я вам обещаю. Вот прямо сейчас пойду и бритву выкину. Все. Игорь, вы будете нигде, ни одной волосинки не трогайте. Я смотрел ваш ролик. И вы мне помогли как вот дальше жить в Боге. То есть вы помогаете жить в Боге людям. Люди видят какие-то моменты. И ради этого какую-то бритву я выкину. Да. Мы для Бога живем. Живем ли и умираем? Всегда Христово, апостол Павел говорит. Не для себя мы живем. Живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. Тело лежит. Оно сотлело. Говорит, прах возвратится в прах. Но я воскрешу его заново. Шевернется кладбище и все мертвые встанут. Праведники, как солнце засияет, а грешники, как головня обгорелая. И вот тогда будет показано, что значит было веровать. Я вот родился от благоествования вообще пятидесятника. Сознательно ты выйдешь оттуда. Это заблуждение. У пятидесятников почти на сто процентов обеснование. Вот эти языки, там пытаются что-то. Это все не от Бога. Реней Леонский пишет, что в третьем веке этого не было. Зачем? Они не нужны. Языки давались для неверующих, чтобы поверить-то. А я верующий, я верую, мне никаких чудес не надо. Иудеи требуют чудес. Елены ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого. Просто, знаете как, Игнат Тихонович, по плоти вы вообще все верно говорите. Вот как бы по плоти поступать. Все прям в идеале вообще. Все так в точку в точку. Давайте по духу поговорим. Вы были у пятидесятников. Вы сколько раз в день молились? Я вообще, как молился, молитву скиньи. Знаете, такая молитва есть? Какая? Молитву по образу, подобию скиньи. Вот как вот вместо, в общем, жертвенника, крест у меня был. Я как бы представлял это. Вот, ну то есть обращался к Господу. Вот ты распятый передо мной. Прости мне все мои грехи. И дальше пошел. Омой меня, мое сердце очисти. Там и так далее. Ну правильно. Хорошо. У нас есть разница церковная. Три святоя. Царю небесный, да Сочи наш. А потом я кланяю сто поклонов. Призываю на помощь Божьей Матери, святых. Они никуда не ушли. У Бога все живые. Все нужды какие есть. Вот на Украине там этот мятеж. Мы это все помним. Больных. Кто-то спился, пьяница. Какая-то просьба у людей. Мы обо всем Богу говорим. И вот семь раз жена там, сыновей Завидеевых, проходила, кланялась перед Христом. И Христос говорит, мы знаем, чему кланяются. Почему еретики не кланяются? Они Евангелие знают. Должны быть поклоны. А сатана боится их. Перекрестить крестное знамение. Лоб, чрево, пуп, где находятся. Право и лево. И потом поклонить так, чтобы рука могла пол достать. А земной поклон, голова, руки, колени на пол должны стать. И сто. И вот таких заходов на молитву должно быть семь. Не меньше. Псалом 118, 164 правило. Семикратно в день прославляю тебя. И тогда жизнь сразу обменяется. Потому что я все доверяю Богу. Что бы ни было, что бы ни услышал. Я сразу же перед Богом открываю. И дальше мы простираем руки после молитвы. Говори, Господи, соедини молитву мою с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Господи, услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех заповедующих нам молиться о них. Спаси их и помилуй. А знаете, как вот... У меня вот было. Я как, ну, понял, что Бог есть. Как бы мне уже никакие молитвы не нужны были. Как бы я в его присутствии был, и он знал все мои мысли. Это самообольщение. Апостол Павел говорит, не пристанно молитесь. Он о себе говорит, постоянно в молитвах. А я уже не нуждаюсь. Это обман сатаны. Сектанский. Может быть, это просто, чтобы плоть не распускать, как бы, поддерживать. Когда вот духа нету. Нам не надо рассуждать. Мы должны молиться. Меньше всего рассуждения. Ученики просили. Научи нас молиться. Зачем они просили об этом? Давид написал молитвы сколько? 150 молитв. А у нас одной нету. И тем более люди-то просят помолиться. То о здравии, то в путешествующие, то еще что-то. А вы вот, Игнат Тихонович, как вот после себя оставили вот эти все книги, как бы, да? В них все. Все. Я отвечаю на 4124 вопроса. То есть добавить нечего вообще вам, как бы, да? И там у меня 1200 проповедей моих. Так, вопросов больше нет? Нет. Все, расстаемся. Я вам сейчас скину все данные. Спасибо, Христос. С Богом. Храдим Господь. Храдим Господь. С Богом. Давайте. Давай. Давайте. Ну, включайте. Ну, включайте. Да, сейчас. Давайте, выключайте. Субтитры сделал DimaTorzok